здравствуйте сегодня я хочу записать видео по многочисленным просьбам подписчиков зрителей на стримах комментариях поднять тему искусственного интеллекта и в частности чат gpt это видео я хотел бы разделить на две части сначала расскажу в общем что происходит и свое мнение но только подчеркиваю я не технарь я и этот вопрос буду рассматривать политически и просто как частное лицо а то что нужно всем будет знать так это конкретно украинцам как это повлияет на вашу жизнь и вообще людям это уже оказывает ли они на вашу жизнь с чем придется нам всем столкнуться в ближайшее время особенно это нужно знать людям более старшего поколения которые не сильно разбираются в новшествах технологических значит что происходит в общем илон маск обратился можно сказать байдену к властям с тем чтобы на полгода остановить разограничить развитие искусственного интеллекта для того чтобы прийти в себя и понять как это дальше контролировать и регулировать потому что сейчас это все как бы выходит из-под контроля развивается слишком интенсивно уже сейчас есть возможность прописать свои симптомы и тебе искусственный интеллект выдаст как бы примерный диагноз и рецепт на лекарство это только маленький пример а это скоро распространится везде это может заменить очень многие профессии в частности например адвокаты юристы дизайнеров это уже многих заменяют поэтому впереди только бурное развитие и конечно же то что пока широкой общественности не представлена это военная сфера то что для нас сейчас с вами особо актуально другую категорию людей очень тревожит что в принципе люди останутся без работы безусловно целая прослойка профессий особенно это касается простой работы это все уйдет в никуда конечно искусственный интеллект вряд ли займется уборкой но робот которым будет управлять искусственный интеллект вполне может с этим справиться и вы видите уже на складах конгломератов типа amazon и гораздо более мельче корпораций роботы уже используются вовсю поэтому будущее наступило с этой мыслью придется смириться я не верю в попытки маска это остановить потому что это можно остановить допустим теоретически на полгода в цивилизованных развитых странах но есть китай которому как и путину плевать на все цивилизованное на все нормальное и они конечно же все эти наработки будут использовать где конечно же в военной сфере то что больше всего тревожит законченных маньяков такие как путин и си цзиньпинь их больше всего тревожит как построить ракету побольше и как пострашнее по угрожать цивилизованному обществу поэтому тут я бы сказал это лично мое мнение повторяю не как технаря как частное лицо тут скорее нужно изучить возможности применения направить это все правильное русло а теперь я хочу перейти рассказать украинцам конкретно вообще людям последние примеры чтобы взяли на вооружение где вас могут поймать в будущем все сми во всем мире облетели фотографии недавно типа задержания дональда трампа фотографии это было когда он приезжал в суд да не большое количество людей но все-таки поверили что это реальные фотографии потому что это в наше время очень просто вбросит сеть сейчас в украине расцветает эпоха вообще телеграм-каналов во всем мире там телеграм не пользуется допустим в америке там или в китае но есть другие средства которые позволяют моментально из ничего сделать огромную новость но главное мы сейчас поговорим о фейках то что точно во все поверили даже я недавно вот вы сейчас на своих экранах это можете видеть фотографию папы римского в модном пуховике это оказалось сгенерировано искусственным интеллектом этого маленький пример как в будущем в будущем это уже конечно очень так образно можно сказать повторюсь будущее наступило уже сейчас как нами всеми могут манипулировать потому что сейчас наступает такое время где тяжелее с каждым днем и тяжелее будет отделять где фейк где правда и технологии будут помогать строить фейки следующий шаг к этому это искусственный интеллект будет один в один подделывать голос когда вы без спецаппаратуры или если у вас нет стопроцентного слуха просто не определить это оригинал или это подделка если сейчас мы видим это все там виде изображений то когда подключится голос когда видео полноценно можно будет так делать очень качественно тогда поверьте мне информационная война станет гораздо более актуальней чем физически огромная опасная ракета что сделают ну в первую очередь постсоветские государства но я так вижу и не только постсоветские они захотят это каким-то образом все проконтролировать соответственно будут приниматься новые законы чтобы лицензировать сми я уверен что все сми не классического порядка будут пытаться как-то регулировать как-то душить я уверен что постсоветские страны будут думать что делать с ютубом это просто неизбежно потому что когда нам всем в руки там за какую-то платную символическую подписку 50 долларов например в месяц будет доступны такие возможности вы понимаете что с этим можно делать самые страшные вещи самые нереальные вещи какое могу дать совет людям еще раз повторюсь более старшего поколения вы должны сейчас все-таки не верить сразу не тиражировать а хотя бы дождаться проверять в нескольких источников информации чтобы это появилось и если в пуховике папы римского или даже в этих фотографиях дональда трампа по сути ничего страшного нету это всего лишь резонанс хайп то если завтра вы увидите например фото ну скажем мертвого какой-нибудь президента какой-нибудь страны или еще что-нибудь похлеще это может навести панику а украина сейчас находится в состоянии войны и война надолго но это не тема этого видео об этом мы поговорим в следующем видео и на стриме поэтому нужно очень хорошо пытаться анализировать и не давать собой манипулировать я подчеркиваю это сейчас сделать очень и очень тяжело но стараться нужно потому что поверьте через полгода год будет сильно так как я сказал и я наверное еще очень скромные прогнозы даю скорее всего будет возможность еще покруче сейчас проверить побаловаться этим всем могут все желающие бесплатных версиях есть там покруче платные версии но все развивается очень стремительно и конечно же на мой взгляд импульс этому всему ну я веду что делать дальше будут давать сша отсюда будут идти какие-то моменты которые потом очень многие будут копировать вот если вспомнить пандемию ковид то как поступала например украина да и большинство стран отсталых стран они мы брали смотрели на сша на европу и просто тупо копировали и хотя мне логически например было понятно что некоторые моменты просто катастрофически неверные но у нас так принято у нас есть такой как говорят на украинском комплекс меньшеварности нам обязательно нужно кого-то скопировать этого и потом казаться что мы уже на этом уровне и мы обязательно сделали правильно именно поэтому украина потеряла массу и продолжает терять массу возможностей чтобы стать инноватором во многих сферах и во многих вообще нюансах и вещах вот сейчас точно также произойдет поверьте мне и где сша допустила большую ошибку я считаю это то как все произошло с криптовалютами когда государство упиралась против этого в итоге ничего толком по этому вопросу не было решено многие вынуждены были прятаться чтобы зарабатывать деньги то есть это как-то все с этими биржами регулирования все это неправильно получилось сша потеряла что для себя массу возможностей сейчас то что примет сша скопирует украина только конечно же еще скорее всего более извращенной форме потому что такое государство как украина но я под украиной подразумеваю любое подсоветское государство сейчас уже принципе разницы нету раньше грузия как-то особняком стояла и в эти игры пыталась не играть но сейчас абсолютно все будут пытаться задавить и еще раз вам скажу обязательно будут новые законные медиа обязательно будет запрещаться что-то и сейчас еще один козырь властям монополизировать право на вещание право первой ночи в плане информационного поля если меня смотрят технари я прошу вас написать комментариях то чего я не знаю то чего не понимаю то чтобы люди почитали если в состоянии это более компетентно сделать или вы просто в теме глубоко потому что я старался вам на самых примитивных и простых примерах это показать и тут мы не можем не поговорить о россии как этим воспользуется путин потому что они конечно способны самые большие гадости как показали под новости последних дней творить в реальной жизни и когда им в руки попадут такие вещи это конечно будет использована против нашей страны и во время войны и еще раз хочу сказать что я в этом смысле не так опасаюсь как изображения как голоса потому что когда война много телефонных звонков и здесь можно натворить невероятных дел то же время конечно и про себя не надо забывать мы можем это использовать но людям будет тяжело потому что когда вас раз обманули два обманули вернее вы увидели что это фейк потом начнется обратный эффект люди перестанут доверять уже совершенно всему потому что сейчас люди наоборот верят всему короче вся ситуация может перевернуться и опять здесь появится масса негативных эффектов на кого у меня реальная надежда в этой ситуации честно говоря на илона маска и на прочие светлые головы те люди которые задают тренд в мире технологий те люди которые способны делать инновации а таких людей он должен сказать не так-то много но мы для меня особняком стоит маск хотя я уже говорил на стриме он сейчас это нереальные ошибки начинают совершать я имею ввиду информационные какие-то глупые вещи говорить если раньше у него там редко что-то такое проскакивала и скорее всего это такая ну я считаю умышленная провокация то сейчас немножко меня настораживает некоторые моменты но это не отменяет всего того хорошего что я нем говорил и говорю напишите пожалуйста свое мнение в комментариях в общем обо всем что я рассказал если есть идеи как можно будет фильтровать информацию напишите тоже будет интересно обязательно подпишитесь на канал поставьте колокольчик поставьте лайк спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте что каждое воскресенье я провожу прямые эфиры в по киевскому времени и следующее воскресенье тоже жду вас пока